Общество постоянно диктует нам социальные нормы, и какие-то из них обязательно нужно соблюдать, чтобы не оказаться где-нибудь под шконкой, в депортации, в дурке и в других интересных местах. Но значит ли это, что всю жизнь нужно прожить молью, которая боится привлечь к себе хоть какое-то внимание? Или ли заблюдом, который изъясняется только общественно угодными мыслями? Предлагаю разобраться. Добро пожаловать на Телблокнет, и сегодня у нас баттл, в ходе которого ты узнаешь, что лучше, выделяться или быть как все. Раунд первый. Отношения с окружающими. Белые вороны. Души компаний. Лидеры мнений. Все эти люди определенно выделяются из серой массы в разные периоды своей жизни, нередко начиная с Исли и детского сада. Обычно такие личности обладают врожденной харизмой, яркостью и притягательностью. А иногда еще и хорошими мозгами, способными постоянно креативить и генерировать крутые идеи. Но хорошо ли это для отношений с окружающими? Я не открою Америку, если скажу, что таким людям постоянно кто-то завидует. И это вполне объяснимо. У задрота, которого никто не замечает, так или иначе будут возникать возгорания в области пукана, когда всеобщее внимание снова и снова направляется в сторону его соперника. Причем задрот тоже может быть симпатичным и умным, просто не способен себя правильно преподнести. А случается и так, что выделяется человек отнюдь не семи пядей во лбу, не аполлоновской внешности и даже не сверхъестественного таланта. Разве мы с тобой не в курсе таких ребят на ютубе или в шоу-бизнесе? Ещё хуже, если выделяется пытаются не какими-то личными достижениями, навыками или даже магнетизмом, а, скажем, новым навороченным смартфоном или дорогущим шмотом. Мол, глядите, лохи, какой я крутой среди вас. Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России. И чтобы ещё раз какие-то пи***овки себе позволили себя так вести, опаздывать хоть на минуту ко мне, блядь. Нетрудно догадаться, что пресловутой серой массе вряд ли придётся по вкусу перечисленная, проанализируя первоначальный успех совкового устоя. Люди повелись именно на то, что все будут одинаковыми. Все будут плюс-минус одинаково зарабатывать, практически идентично одеваться, жить в типовых квартирах и работать по стандарту. От звонка до звонка на заводе. Именно такая манящая для стада перспектива привела большевиков к долгосрочной власти. А те определённо знали, на что давить. Ведь для среднестатистического человека нет ничего слаще, чем пребывать в условной зоне комфорта и не смотреть с капающей слюной на ближнего, который достиг успеха, больше зарабатывает или красивее одет. Все мы на подсознательном уровне понимаем, что ярких личностей тайно или явно недолюбливают в коллективах в обществе. Объяснение тому до безобразия банально. Зависть. Изнанка любой яркой выраженной индивидуальности, постоянные интриги, сплетни и заговоры против неё. Но и здесь есть обратная сторона медали. А нужно ли всеобщее одобрение и почтение? Стоит ли идти за толпой, только чтобы она лояльно к тебе относилась? Лично меня максимально выводит из себя фраза «Будь проще, люди к тебе потянутся». Может, лучше как раз таки быть сложнее, чтобы возле тебя оставались только близкие по духу единомышленники? По сути, любому человеку плевать на посторонних. И те, кто ничем не выделяется, заслужат разве что нейтрального, ровного к себе отношения со стороны общественности. Но есть там где-то этот задрот, и ладно. Нет его, тоже ладно, мир ничего не потерял. Те же, кто будет выделяться, безусловно, наживут себе врагов, завистников и недоброжелателей. Но вместе с тем гарантированно обретут соратников, друзей и настоящую группу поддержки. Каждый решает сам, что важнее, чтобы все поголовно относились к нему без эмоций, или же быть персоной нон-грата для одной группы людей, но высоко уважаемым и любимым другой. Что-то мне подсказывает, что второй вариант предпочтительнее, а значит, в раунде первом выделяться один балл, быть, как все, ноль баллов. Раунд второй. Репутация и риски. На Западе яркое проявление индивидуальности не засорно, а даже поощряется. Но поскольку мы говорим о России, здесь однозначно есть нюансы. Все тот же признак коммунизма, и налет совка никак не сотрется из наших сознаний. Он на подсознательном уровне передается из поколения в поколение и впитывается с молоком матери. Что там говорить, если в наших шарагах даже взрослые люди, учителя и завучи, до сих пор травят людей за ненадлежащие прически, нестандартный цвет волос и неформальную одежду. У нас не особенно поощряется какая-то креативность. И так тоже появилось с давних времен. Из того же совка эмигрировали целые толпы интеллигентов, ученых, творческих людей и других выдающихся персон. Поэты вроде Бродского, режиссеры типа Тарковского, музыканты типа Шаляпина, спортсмены типа Могильного, шахматисты типа Корченова. Почему все эти люди уехали? Уж не потому ли, что якобы позволяли себе слишком много? Сейчас отношение к белым воронам в России стало помягче. Но только частично и только визуально. Тем временем тенденции к эмиграции сохраняются и сегодня. Скажите, пожалуйста, это правда, что вы хотите эмигрировать из России? Для меня это вопрос открытый до сих пор. Хотим мы того или нет, а общая тенденция быть как все до сих пор перевивается нам с детства. Россия плюется в сторону либерального Запада, ненавидит представителей ЛГБТ, возбуждает уголовные дела за неосторожное слово в СМИ. Далеко ходить не нужно. Ты наверняка в курсе недавнего изречения Моргена про бессмысленность празднований Дня Победы, за которое музыканта стали клевать со всех сторон, включая сторону Следственного комитета. Вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну блин, не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря. А ведь Моргенштерн не сказал ничего предусудительного. Всего лишь намекнул, что пора бы начинать гордиться новыми победами. А вместо кучерявых пиршеств и салютов финансово поддержать, если не ветеранов, многих из которых уже нет живых, то хотя бы детей войны. Но как он мог позволить себе такую дерзость? Учитывая главную духовную скрепу, от которой все должны биться в экстазе каждое 9 мая. Это уже я молчу о политической позиции. Кого-то тупо мочат, как Немцову или Политковскую, кого-то садят на шконку, как Навального, кому-то просто перекрывают кислород, ну и так далее по списку, а кому-то не помогает даже эмиграция. Вспомни скрипалей с новичком, да Литвиненко с полонием 210. В соседних странах дела обстоят ничуть не лучше. Попробуй-ка пройтись с российским триколором или советской символикой где-нибудь в украинском Львове. Тут такое дело во Львове хотят отправить в тюрьму парня, 19-летнего, который гулял по городу в шапке-ушанке с красной звездой. Как оказалось, донес на него в полицию местный депутат от партии «Голос». А чего стоит смертельная авария Скрябина, который был инакомыслящим и якобы случайно врезался в молоковоз? Словом, если ты обитаешь где-то на постсоветском пространстве и хотел бы сохранить остатки нервных клеток, да и вообще живую тушку до старости, лучше особо не разглагольствовать против общественных устоев. Потому что любая демократия в наших степях лишь иллюзорна, а выделяться попросту опасно. Как минимум, ты рискуешь стать нерукопожатным и порицаемым в том самом обществе, с низка в славу выскочки, морального разложенца или вовсе опасного субъекта, которого нужно уничтожить в избежании пагубного влияния на других. Что-что, а ментальное и физическое здоровье, душевное спокойствие и жизнь в целом превыше всего. Следовательно, в раунде втором выделяться один балл, быть как все, один балл. Раунд третий. Перспективы. Нельзя сказать, что 90% общества являются абсолютными неудачниками. Нет, те самые задроты, которые не отсвечивают по жизни, могут достичь определенных высот в некоторых сферах типа IT, финансов, гуманитарных наук и прочего. Многие из представителей серой массы умеют еще и качественно подлизывать начальство, благодаря чему им удается даже занять руководящие посты. Иногда такие люди даже знаменитыми становятся. Единственный нюанс состоит в том, что в данном случае они автоматически лишаются права на собственную позицию и вынуждены транслировать только политику партии. Ну, вспомни всех этих Киселевых, Соловьевых, Скобеевых, но много ли ты видел серой массы среди действительно выдающихся людей? Никто не будет слушать твою музыку, если она состоит из монотонной мелодии. Никто не будет восторгаться твоими картинами, если на них палка-палка огуречек. Никто не будет смотреть твое кино, если речь в нем будет идти исключительно о скучном времяпрепровождении пролетариата. Никто не заговорит о тебе как об ученом, если ты не сделаешь гениального открытия. Реальность такова, что люди клюют на яркую индивидуальность. И тут же рождается парадокс. Когда эта индивидуальность обитает где-то рядом, ее нужно игнорировать или травить. Но стоит ей повести за собой толпы, она тут же становится интересна. Опять же, сколько мы знаем историй знаменитых людей, которых травили всю дорогу. Это теперь бывшие одноклассники, сокурсники и соседи наперебой вещают, как им повезло провести рядом с условным Петей часть жизни. И тактично забывают, как Петю при этом высмеивали за инакомыслие и пачкали его экстравагантный прикид дерьмом. Но подсознательно даже серые массы ищут чего-то нового, свежего и крутого. Пусть и с целью посмотреть со стороны. А кто им может это предложить, если не человек с нестандартным мышлением? А раз удача в плане перспектив и достижений определенно на стороне белых ворон, они получают балл в решающем раунде и заслуженную победу в баттле. Именно так решили почти 60% подписчиков нашего паблика ВКонтакте. А какая стратегия ближе конкретно тебе? Выделяться или быть как все? Пиши свои мысли в комментариях и подписывайся на наш канал, чтобы первым узнавать о выходе самых жарких баттлов Ютуба. Также заглядывай в паблик ВК и на канал в Телеграме, ведь там мы все время вместе общаемся и проводим подобные голосования.